99.6 это Финам.ФМ, программа Pro и Contra. Константин Андреев в студии, аппаратный продюсер Ирина Буцкая и звукорежиссер Евгений Гутеров. Спасибо им огромное за то, что помогают нам делать эту программу. Сегодня говорим об отечественной электронике. Судя по открытым, ну, в общем доступе отчетам, электронная промышленность в нашей стране, как это ни странно для многих, наверное, прозвучит, жива и даже по некоторым отчетам вполне успешно развивается. Правда, похоже, это все наследие от советских времен нам досталось. Большая часть производимой отечественными компаниями электроники применяется, опять-таки, по данным тех же отчетов, в военной, высокотехнологичной и автомобильной промышленности. То есть, грубо говоря, никакой бытовой техники особо мы в больших объемах, к сожалению, не производим. Еще один немаловажный момент — это комплектующие. С одной стороны, Россия один из наиболее успешных развивающихся игроков на рынке, например, печатных плат. Вот небольшая статистика по прогнозам специалистов на нынешний год. Оборот на мировом рынке производства электроники по контрактам, в том числе вот этих самых печатных плат, которые делают просто на заказ, составит 404,5 миллиарда долларов. И Россия в этом смысле там неплохую долю занимает около 7%, при условии, что, конечно, Азия давит. Вот, тем не менее. И при этом, при всем, все равно большая часть комплектующих завозится даже для вот этих плат, все равно завозится из-за рубежа. Короче говоря, если формулировать коротко и суммировать все, то вопрос, который я задам в конце программы нашим гостям, может ли Россия выпускать конкурентно способную электронику, в каких областях, вы уже можете отвечать на этот вопрос по нашему телефону 65 10 99 6 495, префикс код города Москвы, и также на наш сайт finam.fm, на страничку программы Pro и Contra. Звоните, пишите. Кроме всего прочего, если вы готовы с нами пообщаться, то ответьте, пожалуйста, на вопрос, может быть, вы пользуетесь какими-то отечественными разработками. В собственном бизнесе, у себя дома, что это за разработки, какими, собственно, электронными гаджетами вы пользуетесь отечественных производителей, в какой области. Может быть, вы работаете в компании по производству электроники. Еще раз, 65 10 99 6 495, код города, finam.fm, страничка программы Pro и Contra. Начинаем. Сегодня у нас в гостях руководитель группы компании телесистемы Игорь Коршун и создатели, генеральный директор компании Alex, производящего классную акустику и аудиосистемы, Александр Ян Беляевский. Здравствуйте. Добрый день. Хочу... Что такое? Ничего. Спасибо за приглашение. Хочу сразу задать вам вопрос, который, собственно, вот с того, с чего начали. Российская электроника существует? Давайте с вас, Александр. Существует, да. В каком виде? Ну, в виде малого, как бы, или очень малого бизнеса. Вот. Российская электроника. Потому что есть какие-то компании российские, которые занимаются разработками, технологиями и реально производят пользу. Но только малый и средний бизнес, да? Не больше. Не больше, конечно. А у вас компания, вы как оцениваете свою компанию? Ну, имеется в виду, в чем оцениваете? В объемах. В объемах. Но это малый бизнес, средний? Ну, это малый бизнес. Нет, настоящий малый бизнес. Вот. Почему? У меня много народу работает. Почему? В принципе, ну, как бы... Насколько много? Насколько много? Ну, официально у меня работает, там, грубо говоря, 15 человек. Вот. Официально, а неофициально. Ну, это, как бы, учитывая, там, и подрядчиков, и дилеров, там, и все это. Ну, это большое количество. Это, там, около, там, 200 человек, да? Игорь, как у вас? Вы как оцениваете свою компанию? Ну, я оцениваю свою компанию тоже как компанию малого бизнеса. У нас работает порядка 50 человек. Я имею в виду структуру группы компаний. Вот. Это, собственно, они обеспечивают весь цикл, начиная от разработки, производства и продажи уже продукции конечным потребителям. Давайте сразу расставим точки над «и», заодно, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Компания телесистемы, которая представляет Игорь Коршун, занимается производством, вы занимаетесь, так сказать, как это лучше определить? Это электроника, которая для безопасности, да? Да. Да. Основная наша продукция – это миниатюрные диктофоны. Мы их позиционируем как средство персонального документирования. Вот всем известно, что недавно Челябинск посетил метеорит, да, и все видели на YouTube, соответственно, по телевизору массу видео, которые были сняты именно с видеорегистраторов автомобилей, да, и даже вот американцы, иностранцы удивлялись, насколько много видеорегистраторов. Да, почему в России у каждого видеорегистратора? Вот. На самом деле, это действительно нужная вещь, да, это на самом деле, как бы, устройство документирования, да, устройство документирования своей ситуации на дороге, да. Вот. На самом деле, такое же устройство документирования нужно, в идеале, нужно и каждому человеку, да, вот, чтобы в какой-то момент, да, ну, у большинства людей бывают моменты, когда нужно зафиксировать свои слова, да, или нужно зафиксировать слова… Оппонента. Оппонента, да. Да, вот, и потому что суды или какие-нибудь такие организации, они, естественно, принимают доказательства, да, а доказательства и очень полезны, когда есть какие-то доказательства, кроме… Аудио или видео. Итак, значит, диктофоны, видеорегистраторы автомобильные и охранные системы, насколько я понимаю. Да, это основная наша продукция, сейчас мы немножко, у нас зарождается новое направление, мы уходим немножко в дизайн, да, вот мы пытаемся делать устройство декоративное освещение, да, декоративные светильники, какие-то такие интересные часы. Но тоже высокотехнологичные, то есть с применением какой-то сложной электроники. Да, ну, с применением электроники, но, в общем-то, я не скажу, я не назову это высокотехнологичным, здесь упор и, соответственно, крен в дизайн. Александр Янбеляевский, создатель и генеральный директор компании «Алекс». С 87-го года, да, вы производите аудиоаппаратуру. Да, акустику. Акустику. Акустику и аудиотехнику. Причем я посмотрел у вас на сайте, там куча предложений с лампами еще, то есть то, что аналоговый сигнал дает. Да, ламповую технику, да, усилители ламповые, цифроаналоговый преобразователь. А можно личный вопрос? Вы часто встречаетесь с людьми, которые говорят, сколько можно производить лампы уже далеко вперед шагнуло? Нет, нет, вот как раз лампа-то, она вот, как раз она, то, что касается аудиозвука, чистого звука, натурального живого, лампы как раз вот шагнули-то далеко, а вот полупроводники, как бы, да, микроэлектроника, она вообще никого не шагнула, я имею в виду в области звука, в области там гаджетов, там всякие функции, да, очень далеко, а то, что касается чистого звука, живого, нет. Смотрите, значит, ну понятно, что Китай производит все, от там булавки до самолета, который он тихонечко ворует, разбирает, а потом создает такой же свой, только немножко подешевле. Да нет, они, кстати, не особо воруют, туда все сами привозят, все заказчики. Лампы тоже китайские? Нет, лампы российские. Саратовский завод, Саратовский завод производит лампы на весь мир, запомните, вы это все. Дальше все компании мировые ставят свои шильдики только на них, а лампы производят на Саратовском заводе. А помимо ламп, у вас на сайте написано, что у вас там огромное количество собственных разработок, наработок, исследований и так далее. Кто занимается этими исследованиями? Вы сказали, что у вас в компании 15 человек. Да, да, ну 15 человек, я бы сказал, что официально, плюс неофициально мы сотрудничаем со многими инженерами и в нашей стране в основном, да, ну также есть и представители как бы с инженерами, общаемся с других стран, вот, и поэтому много интересного. Вы все патентуете? Да. Ну, не все, но патентуем очень много. При этом, при этом, можно ли сказать, что ваша компания, помимо того, что она занимается производством вот конкретных вещей, да, акустики, то есть это усилители, это что еще? Мы производим акустику, усилительную технику, производим цифроаналоговые преобразователи, производим источники, вот виниловые проигратели, кстати, начали производить, но опять же совместно, потому что, например, тонармы, просто в России нет оборудования, которое точное, нету таких станков, которые сделают очень точную механику, поэтому, естественно, тонармы немецкие, вот, а остальное российское, вот, ну и технология, разработка, сам принцип нового проигрывателя, он российский. Новый проигрыватель, а что может быть, в принципе, нового проигрывателя, вот интересно сказать. Я вам проще скажу, что любой виниловый проигрыватель имеет сегодня даже самый хороший давление на иглу, имеет 1,7 грамма, а мы добились 0,5 в три раза, вот, и поэтому звук, а чем меньше давление на иглу, особенно это касается там иглы, вот, MC, вот, чем меньше давление, тем лучше звук, вот, более идеальный звук. Отлично, подробнее об этом поговорим сразу после выпуска новостей, сейчас у нас приходят в студию уже наши новости, программа Pro и Contra, не переключайтесь. Продолжаем, в предыдущей четверочасовке остановились на том, что Александр Янбеляевский рассказывал нам о том, что же производит, а, я хотел вот что спросить, поскольку вы создаете, поскольку вы патентуете очень многое, каким-то образом ваши патенты продаете, то сделаете ли вы бизнес на продаже идей? Ну, нет, практически нет. Почему? Потому что это... Нет, во-первых, мы сами пользуемся, мы патентуем только те вещи, которые, ну, реально глобальные, и чтобы себя защитить от подделок, вот, и чтобы то же самое не начали делать, производить и продавать, естественно, для этого нужно патентовать. Я понимаю, но есть же такой элемент бизнеса, да, помимо производства, есть еще такой элемент продаж, как бы, ну, есть, да, согласен, да. Да, вы не занимаетесь этим. Не занимаемся мы этим, да. Ну, не знаю, мы, не наш бизнес. Понятно. Вот. Игорь Коршун, что вы скажете? Ну, у меня, как бы, обратное отношение к этому. Так. К всему вопросу, да, вот. Вы свои микроэлектронику каким-то образом патентуете? Нет, мы этим не занимаемся, потому что эти вопросы отъедают очень много времени, да, на сам процесс, на само описание, процесс патентования. Мы считаем, что лучше просто идти вперед, да, и в нашей технике реально мы просто идем впереди, да, и все просто находятся в состоянии... Ну, то есть вы обгоняете конкурент, вы лидер, за которым все время гонимся. Да. А вы можете сказать, вот кто за вами гонится, прям вот назвать по пунктам, да, ну, хорошо, не надо называть там компанию, но, тем не менее, вот, например, в вашем сегменте как много работает компаний, и в том числе, например, иностранных? Ну, в нашем сегменте, наверное, работает, если считать по миру, да, ну, наверное, компаний два, да, вот, если говорить о характеристиках диктофонов, я считаю, что наши диктофоны лучше. Ну, это естественно. А 20 компаний географических можно как-то разделить, не знаю, 5 китайских, 2 японских, 3 немецких? Скажем так, в России я знаю пятерых игроков, вот, есть игроки на этом рынке в США, есть игроки в Англии, вот, и есть игроки в Австралии. Ну, конечно, какое-то количество я их не знаю, вот, ну, вот это основные страны, в которых, скажем так, есть наши определенные конкуренты. Александр, у вас какое количество конкурентов? У нас конкуренты. Кто основные? Да у нас вообще нет конкурентов, вот, просто то, что мы производим, практически никто не делает. Понимаете, дело в том, что вся техника, даже высокого класса, она вся китайская, вот, а Китай делает все одно и то же, вот. А если говорить про серьезных, про серьезные компании, которые реально занимаются технологиями, разработками акустики и аудиотехники. Их всего 10. Мы с вами еще говорим о звуке для кинотеатров домашних. Да, 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 их всего 10, 10 компаний, потому что что такое звук? Звук это динамик, вот, кто изобрел динамик и сам производит свой динамик, это компания, владеющая звуком. Все остальные компании, они перекупают одни и те же динамики, и даже те, кто их изобрел, или китайские, как правило, вот, и производят свою продукцию. Там ничего нового нет, и своего ничего интересного нет, вот. А реальные компании, их всего 10, вот, это в Англии, Америке, Японии, Россия. Все, больше нет. Все, ну, Дания еще. Вот, больше всего нет. Уже нет, вот. Интересно, у нас такая история получается, насколько я понимаю. Значит, у вас такая достаточно элитарная продукция, то есть, кто ваш... Почему элитарная? Ну, давайте так, кто ваш основной потребитель? Ну, наш основной потребитель – интеллектуальные люди. Вот, понимаете, это говорит не о том, что это богатые люди, небогатые люди, неважно, это именно интеллектуально развитые люди. Вот, 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 наш потребитель. Это люди, которые понимают, что они хотят лучшее, хорошее, вот, и правильно звучащие, с настоящим звуком, как, понимаете, вот то же самое, что в театре. Многие даже говорят, что, например, у нас звук лучше, чем живой звук, понимаете, чем вот... То есть, на вашей аппаратуре с вашими проводами оперу Верди слушать лучше, чем пойти в большой? Да, даже так бывает. Ну, после ремонта Большого, большой вопрос еще. Да, 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 после ремонта Большого, кстати, в Большом реально звук просто погиб, там просто все уничтожено. Вот, удивительно, почему-то они... Ну, нет, ну, мне неудивительно, почему к нам не обращались, чтобы озвучить правильно. Вот, хотя мы озвучиваем очень хорошие залы. Например? Например, ну, например, вот сейчас вот занимаемся озвучением Центрального концертного зала в Иваново. Вот, Центральный концертный зал. Вот, и там будет зал, я считаю, с самым лучшим звуком в России. Вот, там все самые инновационные технологии будут применены. Все в акустике и в аудиотехнике. А кинотеатрами не занимаетесь? Вот тут в Москве, в Москве тут телевизион отремонтировали. Не, мы строили другие, озвучили кинотеатры, вот, много консультируем. Понимаете, мы, вот в этом плане мы больше консультируем, как надо делать, и продаем акустику, они, например, у нас заказывают профессиональную. Вот, а сами мы не можем там строить, потому что там немного другими делами люди занимаются. Которые не будут говорить. Немного другими это в смысле пилят. 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 Понятно. Игорь, ваш кто потребитель основной? У вас более широкий потребитель, да? Да, наверное, у нас более широкий потребитель. Реально, это люди каким-то образом занимающиеся безопасностью, да, это люди каким-то образом занимающимися договоренным процессом, да, вот, это люди каким-то образом занимающиеся законом, да, адвокаты, судьи, силовые структуры, ну, в общем, множество. А у вас не было никогда заказов на, ну, поскольку понятен сегмент вашего производства, у вас не было никогда заказов в каких-то специальных там прослушивающих устройствах, потому что понятно, что диктофон, это ерунда, особенно ваши микродиктофоны, это ерунда, которую можно вставить куда угодно, под стол прилепил на жвачку, потом там каким-то образом считал с нее данные, раз, не было. Понятно, нет. Заказов от спецслужб, нет? Нет, естественно, как бы, заказы есть, но на самом деле эта область, она законодательно регламентирована, да, и деятельность по производству продажи именно специальных средств, она лицензируется, и их можно продавать и, соответственно, покупать только субъектом оперативно-розыскной деятельности, субъектом ОРД. Вот, наша продукция к такой продукции не относится, вот, хотя, в общем-то, у нас есть лицензия, и для нужд органов, да, мы делаем и спецпродукции, да, которую, естественно, продаем только субъектом ОРД. Ну, понятно, а если вот в общих цифрах каких-то говорить, то есть, там, сколько вы делаете такой, как бы, гражданской, условно говоря, продукции, и вот продукции специального назначения, ну, в каких-то там процентном соотношении? Ну, наверное, гражданская процентов 95. То есть, только 5 процентов? Да. А при том, что спецслужбы могут платить нормальные деньги, или там тоже пилят тендеры туда-сюда? Да, ну, во-первых, это, как бы, политика компании, мы стараемся не связываться с государственными заказчиками, потому что, как правило, это много документации, это какие-то мутные отношения, да, вот, поэтому мы предпочитаем работать на свободном рынке, да, где как-то более-менее все честно и прозрачно, да, если твой продукт конкурентен, его покупают, если он не конкурентен, его не покупают. Правила простые. Я посмотрел у вас и у вас, и у вас на сайтах достаточно большое количество точек продаж, ну, понятно, что это довольно специфические, во многом такие объединенные места, да, типа, там, горбушки, там, где сосредоточены, так сказать, соответствующие магазины со соответствующего направления. Тем не менее, вот, коротко хотел бы до рекламы успеть задать вам вопрос про дистрибуцию, да, насколько, насколько, особенно в регионах, при том, что и у вас, и у вас есть региональные какие-то отделения по продажам, да, насколько охотно люди покупают продукцию российских производителей, надо ли к ним заходить и говорить, вот, мы самые классные, самые лучшие, то есть, что надо делать для того, чтобы продвигать свою продукцию, пусть в вашем сегменте и в вашем сегменте, в России, в России. Александр, давайте с вас начнем. Не, ну, как, в регионах продается больше, естественно, чем в Москве и в Питере. Питер вообще какой-то глухой город, вот, я не знаю, вот, как хотите, я прекрасно отношусь к Питеру. Питер глухой город. Питер глухой город, мертвый вообще в этой теме, вот. Поэтому, вот, Москва, вот, и, естественно, регионы, региональные дилеры и в регионах, там просто люди, понимаете, они как-то тянутся больше к лучшему, вот, больше к лучшему, они более интеллектуальны, вот, как ни странно, они более интеллектуальны, понимаете, более интеллектуально развитые и более люди понимающие, что такое вот хорошо и что такое плохо. И просто их заставить китайщину купить Очень сложно И они хотят хорошие, реально хорошие вещи При том, что у вас не дешевые вещи Не дешевые, да И они понимают, понимаете Китайское послушают, российское послушают И понимают, что российское это и качественнее И все остальные, они покупают И китайское сложно А сколько процентов продукции идет Вот например на регионы На регионы А сколько на Москву 80 процентов, а то и больше Все на регионы И там процентов 15-20 Идет Москва Города такие В основном, естественно, города-миллионники Естественно, это регионы Вы когда туда заходили, в эти города-миллионники Со своей продукцией Вы каким-то образом убеждали местных дистрибуторов Купить вашу продукцию И начать продавать Или они сами к вам прибежали Нет, естественно, когда мы туда только заходили Нет, ну кто-то сам приехал Проводятся выставки Вот, ежегодные Слава богу, их теперь стало больше Раньше одна единственная выставка была По акустике и аудиотехнике А теперь их, слава богу, три стало В год Вот, это в России Естественно, из регионов приезжают Ну как цивильный рынок становится Как и во всем мире приезжают региональные дилеры Смотрят и оценивают Они смотрят, вот вам китайское Неважно с какими шильдиками Немецкими, английскими Все равно это все Китай Вот, понимаете Что ж, в Германии не производят Это мы сейчас немножко соскочим с тем Не производят Ничего Не производят Там даже Мерседесы не производят Понимаете, вот я приехал сейчас на Мерседесе Он в Америке сделан Понимаете Какой Мерседес Понимаете Ну мало чего уже там производят Очень мало Ну конечно что-то делают Сейчас уйдем на небольшие новости и рекламу И продолжим говорить Новости пролетели быстро Я надеюсь, что вы не забыли Тему, о которой мы говорим Сегодня говорим об электронике Руководителю группы компании Телесистемы Игоря Коршина Хочу задать тот же вопрос На котором мы остановились До новостей Что касается вас Как вы заходили Или заходите ли вы вообще В региональные рынки Российские Более того Потом я попрошу вас ответить на вопрос Потому что у вас на сайте есть карта С красными флажками Что вы продаете Свою продукцию За рубежом В 41 стране Ну да, примерно так На самом деле Наша продукция Действительно продается По всей России Ну и включая СНГ География достаточно широкая У нас Если говорить о субъектах Федерации Ну наверное Процентов 75-80% Субъектов федерации Имеют Дилеров Или дистрибьюторов Но Если считать В Абсолютном Вернее в количественном выражении Наверное Все-таки Основные потребители Нашей продукции Это Большие города Москва Санкт-Петербург Я бы оценивал Примерно Процентов 70 Продукции Оседает Вот Больших городах Ну потому что Там как раз Ведется бизнес Там как раз Это востребовано Ну наверное Как бы И эта причина И вторая причина Тяжело достучаться Тяжело достучаться Потому что Наш рынок Не настолько широк Сейчас Вот И достучаться В небольшие города Достаточно Тяжело В основном Мы Свою маркетинговую политику Строим Через интернет Да Ну потому что Ни печатные издания Ни информация По телевизору Она Не даст Нужного отклика Потому что Она рассчитана На совсем Массового потребителя Да Вот такая Картина у нас А что касается Иностранных В какие страны Ну понятно Про СНГ Вы сказали В какие страны Например Европа Может быть Вы заходите Может быть В Америку Куда-то Или в Азию Если говорить О продаже За рубеж То где-то 20 По прошлому году Порядка 27 процентов Продукции Было То есть Треть Практически Ну да Чуть меньше Треть Какой-то Конкретный Точек Географических Точек Продажи Нет Достаточно Равномерно Покрыто Как И Развитые Страны Мы продаем И в ту же Англию И в ту же Америку И во Францию И в Австралию И даже в Японию Вот И так же У нас Заказывают И вот Скажем так Много Заказывают Таких Не очень стабильных Стран Ирак И Сирия Да Вот Тот же Египет Да Вот То есть Понятно В общем Вся Арабская весна Сделана На вашу Аппаратуру Ну Не знаю Не знаю Фиксируется Ваша Аппаратура Ну По крайней мере Вот Несколько лет Назад Было Раскрыто Теракт В Англии Вот И вот Как Как раз Нашей аппаратурой Да Вот Записывались Переговоры Террористов Понятно А вы Ваша компания Александра Выходит На какие-то рынки Не У нас Все сложнее Гораздо У нас Во-первых Она Как бы Масштабная Продукция Она большая Тем не менее Кто-то Она большая Тяжелая И Сложно Вообще За рубеж Ее отправлять Вот Просто Ну Во-первых Нас туда не пускают Вот Нас причем Не пускают Конкретно Потому что Чтобы было понимание Значит Любая продукция Которая заезжает В Россию Вот Она сертифицируется Вот Сертификаты стоят Ну грубо говоря Там 15 тысяч рублей Вот Так вот Чтобы нам отправить На Европу Вот Один сертификат А там не один Здесь только один сертификат И все А там надо два сертификата Экологический Технический Вот Я не знаю Как вы отправляете В основном Без сертификатов Еще чуть-чуть Это очень мелкая Как ты Как это Я не знаю Вот А вот Мы когда пытались На Европу выйти У нас Просто Препоны Конкретные Да И каждый сертификат Значит стоит 200 тысяч Прекрасно И если здесь Вы в сертификат Например Продукция заходит Вы можете 5-10 моделей Сразу указать Да То там только одну Ну понятно Две модели Хочешь продать Это уже 400 тысяч Это нереально 800 тысяч Вот я нашел На вашем сайте Интересную штучку Написано Дальнейшие разработки По новым Динамическим головкам Компании вынуждены Проводить за рубежом Ведь только там Владельцы фабрик Заинтересованы В новых разработках И окажут Любое содействие В предоставлении Лаборатории Технического персонала К сожалению В России Как и многие другие Разработки Оказались Никому не нужны То есть С одной стороны Вы говорите Что продается в России С другой стороны Я имею ввиду Не нужны Нашему правительству Не нужны Нашим научно-исследовательским институтам Не нужны Академии Хотя я сам член Российской академии наук Вот Это там не нужно Потому что Акустика и аудиотехника Она как бы Ну как бы Бытовые вещи Да Для людей Вот если бы это было бы Для что-то такое Для военного Тогда наверное Это кому-то понадобилось Да Вот Хотя надо не забывать Что акустика Это вообще-то Самая секретная Вообще область В Соединенных Штатах Америки Вот Потому что С помощью акустики Можно творить чудеса Вот И даже И даже оружие акустическое Да И даже демонстрантов Не надо разгонять Кучей полицейских Да Достаточно Подогнать автомобиль Который разгонит Шесть секунд всех Просто Вот Ну это такая тема Хотя в нашей стране Этим никто не занимается Вот И поэтому никому Это не нужно А Людям В бытовой теме Естественно это нужно Новые технологии Разработки Естественно мы Просто впереди сегодня Мира всего И где-то лет на пять Так опережаем За счет своих Опять же технологий Новых динамиков И все остальное Зайными диффузорами Которые производят Гораздо больше информации Вот И так далее Ну и много Пока была Пока я тут открою Маленький секрет Радиослушателям Пока коротенькие Были новости Полчаса Александр поделился Информацией Что какая-то Супер современная Разработка На кристаллах Я с трудом могу себе Представить динамик На кристаллах Да Не а у нас уже работает Почему Вот те Акустику Которую мы продаем Это первая ласточка Потому что Наши новые динамики Они Половина на магнитах Работают Половина на кристаллах Поэтому тут это Самое первое А все полностью делать Ну для этого Нужен просто капитал уважения Чтобы ходить Я не знаю Сколько раз мы В этой студии В этой программе Вообще в этой студии Целиком Мы в этой программе В нашей про и контр Конкретно говорили Про инновации Слово завязшее в зубах Как семечки Какие-то От клубники Скажите мне Пожалуйста Ну неужели Вот смотрите У вас инновационная продукция У компании телесистемы Инновационная продукция Понятно Сегмент Довольно Узкий Понятно Но тем не менее Да мы говорим Давайте инновации Нам нужны инновации У нас сколково стоит Что-то там произвело Трансформатор Который никуда не влезает Ничего там не делает Ни в одну штатную Какое-то помещение Не может влезть Хотя в общем маленький Тем не менее Значит Каким-то образом Есть связь Вот вы говорите Вы член Российской академии наук Есть какая-то связь Понятно что Производство И у вас с 91-го года И у вас с 87-го Да Довольно большой период Времени пройден Вместе с новой страной То есть фактически У вас больше Чем она существует А у вас Столько же Сколько существует Новая страна Хоть раз Какие-то Пересечения В жирные Скажем так Годы Понятно что В начале 90-х Это было не особо Кому нужно Просто поесть Надо было Условно говоря Какие-то деньги Нужны были не на это Но потом Были жирные годы Сейчас идет Бесконечный разговор Об инновациях Хоть раз За это время Вы пересеклись С государством Заинтересовалась Она вашей продукцией Вы пытались Его заинтересовать В своей продукции Нет Почему? У нас нет Ну а как? Ну я знаю У меня пересечение Единственное Что мне дали Государственную силу Вот что я Я являюсь членом Российской академии Системь наук Вот и как бы И там У меня вот как бы Ну прикреплен Да как отделение Как это самое Заведующий Отделение по акустике Аудиотехнике Подождите Ну у вас есть новые Новейшие разработки Больше ничего Ну у вас есть новейшие Разработки есть Причем это серьезные разработки Да Серьезные разработки Весь мир можно перевернуть Почему не переворачивается мир Почему государство Не заинтересовано В переворачивании мира При помощи Они Немножко другими вещами Занимаются И мыслят Ну как У них есть нефть Есть газ Есть ресурсы Вот Понимаете Там не надо Особо напрягаться Хорошо Хорошо Сейчас Сейчас Игорь попросим Ответить на этот же вопрос Ваши Вы как-то пересекались За время Ну понятно Что вот То о чем мы говорили Вот эти вот спецсредства Ну это Малая толика Ну Как я уже говорил ранее Моя основная политика Это Минимально пересекаться С государством Да Причем Вы сами Вы сами Изолируетесь От государства Не то чтобы Я изолируюсь Да Это как бы С моей точки зрения Наиболее выигрышная Позиция Сейчас Да Потому что Любые отношения Государства С государством Рано или поздно Приносят Какие-то проблемы Да Поэтому Я стараюсь Максимально Дистанцироваться От государства А что касается Как бы Того вопроса Почему у нас Крокодил не ловится И не растет кокос Я считаю Что Нужно Государству Если оно Хочет Развивать Технологии Ему Нужно Диаметрально Поменять Политику Сейчас Государство Пытается Стимулировать Вот Соответственно Стимулирование Приводит Причем Какими-то Большими Кусками Приходит Но это Стимулирование На самом деле Ни к чему Кроме Распила И отката На самом деле Не приводит Государству Нужно взять Другой Кост Не мешать То что Само Живое Оно Вырастет А сейчас Реально Государство За Вот эту Молодую Маленькую Может быть Только что Окукливающуюся Поросль Оно Просто Зарубает И пытается Ну по сути Если Аналогию Сельского Хозяйства Оно Привести Оно Вырубает Поросль Но при этом Засыпает Поля Этими Химикатами Удобрениями И прочим Я думаю Что эта Политика Она никуда Не 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 Ну а потом Тоже Надо Сказать Что Государство Правильно Надо от него Как-то Получается Подальше Потому что Сегодня Понимаете Вместо Чтобы Помогать Опять Проснулись В понедельник А вам Аренду Подняли В два В три В четыре Раза Понимаете Все говорили На 20% Поднимут аренду Ее подняли В два раза Льготникам Обычным Подняли В три раза А всем остальным В четыре Ну вообще Это не мысно Вот кто-нибудь Об этом говорит Вы понимаете Люди В стране Подняли Аренду В три Раза Вообще Это мысли Вообще Не на 10% Не на 20% В три раза Вообще Представляете Что это такое Это ужас Я не представляю Что это такое Люди Закрываться Начнут Сейчас Реально Закрываться Начнут Особенно Научные Люди Вы понимаете Что такое Содержать Науку Это затраты Огромные Затраты Огромные Затраты Денежные Какая прибыль Там Вы Все что заработаете Все отдадите Чтобы новое Что-то изобрести Это если мы говорим О серьезных вещах А вам аренду В три раза Есть данные Что за январь Уже закрылось Больше 140 тысяч Предприятий Да 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 Видите Даже больше Уже закрылось 140 Это на самом деле Более 200 Закрылось По всей стране Ну это же ужас Что творится Получается И чего С одной стороны Они говорят Надо развивать Малый бизнес А с другой стороны Просто вот Ребята Вот вам аренду В три раза Подняли В три Понимаете Это вообще Немыслимо В три раза Надо больше зарабатывать Это невозможно Не сможете Вы в малом бизнесе Как развивать Малый бизнес И может быть Объединять его В более крупный бизнес Поговорим буквально Через полторы минутки После новостей Сейчас уходим На новости Рекламу Это программа Про и Контро 99.6 FM Финамо Финамо Добрый день Всем кто к нам Только что присоединился Это программа Про и Контро Константин Андреев Меня зовут Мы сегодня говорим С нашими гостями О производстве О производстве Отечественной электроники О развитии О перспективах Этой отрасли Ну на самом деле Получается Не все так радужно Как хотелось бы Хотя вот По отчетам Получилось Что в общем Россия Такой довольно Динамично развивающийся рынок Ну на самом деле Как и во многих Отраслях К сожалению Государство не оказывает Как мы выяснили Никакой поддержки И даже делает Постоянно ставит Какие-то препоны Вот сейчас Тут за эфиром Продолжилась наша беседа И руководитель группы Компании Телесистемы Игорь Коршун Один из наших гостей Говорил о том Что усложнился Усложнился процесс Давайте повторим Для наших радиослушателей Что собственно Усложнился Коротенечко Так резюмой Ну как я говорил ранее Я стараюсь Максимально дистанцироваться От государства И максимально Минимально пересекаться С ним Но тем не менее Государство Рано или поздно Догоняется Да Хватает за плечо Да Хватает там За одежду И прочее К примеру Недавно Мы работаем В рамках Упрощенной системы Да Потому что нам это просто Отдал свои 6% И голова не болит Минимальные Бухгалтерские расходы Минимальные контроли И все такое Но с нового года Ввели Обязательный бухгалтерский учет На вот таких вот Предприятиях С упрощенкой Да Что естественно Добавила Масса головной боли Да И соответственно Масса головной боли Масса дополнительных расходов Масса дополнительной ответственности Ну раз чем-то Обязали То соответственно Потом рано или поздно Будут за это Как-то Щучить И прочее 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 Это проблема А проблема Любых небольших предприятий Заключается в том Что закон-то Он един Для всех Но Понятно Что большое предприятие Может себе позволить И структуру Там Правильную структуру Бухгалтерии Юридическую службу Ну как бы может защититься Да А любой малый бизнес Он перед этим абсолютно Беззащитен Ну потому что Реально держать Вот эти Вот эту всю Настройку Да Никаких денег не хватит Для малого бизнеса Ну а соответственно Это означает Что малый бизнес Любой Поверяющий Приходит И может доить Как ухо Ну Смотрите То что я Вопрос который я в этой студии Тоже не раз задавал Значит Возможно ли Какое-то объединение Отраслевое Ну понятно что Область Ваших разработок Ваших разработок Да Она Там Довольно далеко Друг от друга Тем не менее Вы И вы И вы Занимаетесь Там В общем Одним направлением Электроникой Да В общих словах Ну как бы Если это обозвать Каким-то общим словом Есть Возможно ли Нужно ли Производителям В том числе Малым предприятиям В этой области Каким-то образом Объединяться Каким образом Объединяться Да В том числе Для того Чтобы решать И такие проблемы Тоже Или это вообще Вопрос Очень общий И это касается Там Всех малых И средних Предпринимателей Всех Производителей Там Неважно Чулки Они шьют Или Электроникой Занимаются Не Ну у нас же есть Этот самый Центр Предпринимательства Это самый Ну то руководитель Даже вот Государственная структура Помощь Работы 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 много Особенно Очень серьезная Работа Поэтому Как это сделать Ну как Какое Объединение Ну как Кто Это будет Заниматься Хорошо Если бы Если бы Если бы Если бы была Возможность Пролоббировать Скажем В Крупном Крупном Государственном Там В собственном Соку Как бы Бизнес идет Не отбирают Не там Не щучат Как вы говорите Да Особо сильно И И уже Хорошо Естественно Государство Должно Восстановить Возобновить Министерство Электронной Промышленности Все Или это Министерство Или это Какое-то Отделение При государстве Должно быть Понимаете Какой-то человек Там должен Отвечать И помогать Тем людям Которые Занимаются В этой области И смотреть И чтобы Не зажимали Вот как Игорь говорит Вот правильно Вместо того Чтобы работать Ну давайте За бухгалтерские Отчеты Сейчас сядем Понимаете А работа Когда вы будете Вот Чтобы одним Человек должен Одним Одни условия Другим Другим Ну руководить Руководить Чтобы это все Поднималось И дальше Естественно Правильно Опять же Не мешать Не мешать И буквально Пройдет год Два Три И все Возобновится И даже Уйдем И перегоним Всех Я вас уверяю Перегоним Всех Все что вы видите Новые ЖК Плазменные панели Проекторы Все вот эти технологии Да это все Российские инженеры Я вас уверяю Понимаете Только они Работают там В основном И компьютеры И все остальное И программисты Они работают там Потому что здесь Условий нету А нужно создать условия Условия создать Нормальные люди Люди сами сейчас делают Условия только создайте Понимаете А такие условия Ну что Ну давайте За бухгалтер сядем Давайте аренду В три раза поднимем Давайте еще Работать когда Как О каких вообще Технологиях Мы тут говорим Сколько Пилешь идет И все Я все знаю Понимаете Все Знаю все Что творится В нашей стране В моей области По крайней мере В электронике В электронике И все остальное Акустики Аудиотехники Знаю все Сколько сюда Возят Куда Возят Куда Отпиливают Припиливают И все остальное Все прекрасно Знаем И как Чичваркины Отсюда уехали Все остальные И все эти Ну Даже Не хочется Говорить Об этом Понимаете Вот поставьте Человек Вот если Речь идет К правительству Обращение Еще Поставьте Человек Сделайте Отдел Сделайте Понимаете И все И все пойдет Все наладится Понимаете Вот А Ну Никто Этим Не занимается Ну Они вот Понимаете Вот они Присели На нефть И все Остальное Все Вот Ну все Ну собственно У нас программа Про и контр Как раз Про то Как Мы приглашаем Всегда Исключительно Людей Которые Не сидят На нефти И на газе И на лесе Что-то пытаются Сделать Своими руками Не важно Что Шить Спаять Конечно У вас Игорь Какое мнение По этому поводу Или лучше Или лучше Действительно Ну то есть Надо каким-то образом Двигаться Двигать Эту идею Во властной структуре Или не надо Потому что у вас Такая позиция Я так понял Я повторю Свой принцип И скажу Мне не нужно Создавать условия Мне нужно Просто не мешать Минуй нас Пуще всех Напасти Барский гнев И барская любовь Да То есть Поэтому Если Не будет Скажем так Излишнего Интереса Совершенно Пустого Интереса Государства К моей деятельности Мне будет Гораздо проще Мне не нужны Ни гранты Мне не нужны Я сам все заработаю Мне нужно Не мешать Вот буквально Недавно Мы пережили Проверку СЭС Вот Ну наложили Кучу штрафов Да Вот За что У нас Два с половиной Монтажника Работает Такими микропаяльниками Ну представьте Наши маленькие Диктофончики Какими паяльничками Паяются Да А вот Потому что И они занимаются Чисто вспомогательными Операциями Почему Потому что Весь монтаж У нас Идет на автоматах Мы Отдаем контрагентам Потому что Там очень маленькие Компоненты Это руками Не смонтируешь Единственное Там До пайка Там Каких-то Отдельных Компонентов Ну вот Пришли К нам Открывают Законы Ага Вы работаете Со свинцом Значит У вас должен быть План Выбросов В атмосферу Представляете Выброс Трех Микропаяльника В атмосферу Да это Брест Свинца Да Вы представляете Вы можете Я думаю Вы можете Квотами торговать Это наверное Односотая Выхлопа Одного автомобиля Да Вообще Да Но де факто Закон Обязательный Для всех Да Соответственно Вот это Как бы План Он делается В специально Прикормленном Месте Об этом Три речи Должен быть Человек В провести Который должен Это регламентировать Да Сотни тысяч рублей То есть Представьте Три микропаяльника Да И сотни тысяч рублей А там Кроме этого плана Нужно Периодически Контроль На свинец То есть Они нашли У нас Где-то Под микроскопом Но они же Знают Где искать Конечно Да Вот Что у вас Монтажникам Молоко За вредность Надо еще Давать А не со свинцом Работать Нет Самое интересное Как бы У нас Вытяжка Есть Монтажники Получают Не молоко У нас Сок Да Вот За вредность Все у нас Как бы Есть Но где-то Там Под микроскопом Они нашли Нашли Таки Но они же Знают Вот Вот И вот Примерно Все так Да Все так Да Может быть Эти законы Они нормально Работают И защищают Действительно Здоровье Людей Там Экологию На каких-то Мегапредприятиях Да Ну когда Три микропаяльника Вот И Знамя Закона Да Поднимается Высоко Высоко Да Все равны Перед законом Закон суров Но это закон Да Ну Ну вот Поэтому я и говорю То есть На самом деле Для меня достаточно Если будет просто Не мешать Вот и все Давайте У нас осталось Где-то Чуть больше Полутора минут Я хотел бы Все таки Задать вам Этот вопрос Может ли Россия выпускать Конкурентоспособную Электронику Ну в принципе Мы практически Ответили на этот вопрос Краткой резюме Александр Не ну а как Мы ее и выпускаем Конкурентоспособную А как Если мы не выпускали Нас бы никто не покупал Все покупали бы Все остальное Поэтому естественно Выпускаем Другой вопрос Что это маленькие Количества Это очень Маленькие Количества А чтобы это было Реально Конкретно Глобально И Россия стала Я уже сколько раз Об этом толдоню Что в этой области Можно встать Буквально там В течение пяти лет На ноги И очень серьезно Серьезно вам говорю И обойти Все Мозги есть И все есть Вот Ну а Для этого Тут ну не обойтись Без поддержки Государство Все мы упираемся В поддержку Игорь Как вы думаете Ну а как Да Ну ситуация сейчас В электронике Если говорить Глобально В России Она следующая Соответственно Есть массовая Электроника То что мы видим На прилавках Магазинов Там на самом деле Наши позиции Практически Нулевые Есть Сегмент Электроники Которая Очень мало Времени А ну Ну давайте Тогда может быть После рекламной Паузы А все уже Мы заканчиваем Наш эфир Понятно К сожалению Но на этом На этой оптимистичной Ноте закончим Это была программа Про и Контр Встретимся ровно Через неделю На Финам.фм С вами был Константин Андреев Хорошего дня